да вдоль по морю да вдоль по морю вдоль по морю морю синему вдоль по морю морю синему да по синему их удерживает эта земля ну вот по другому и не скажешь потому что мне кажется человек который родился на берегу моря очень тяжело отсюда уехать это я не знаю и природа конечно же во первых да потому что белое море оно невероятно красивое и красиво в смысле оно изменчивое но каждую минуту разное и невозможно оторваться чисто даже вот взглядом ты можешь жили старик со старухой у самого белого моря то есть можно сидеть на берегу и бесконечно на это любоваться а когда ты живешь и что-то еще делаешь на этой земле рядом с этим морем это вдвойне мне кажется притягательным а когда ты знаешь что у тебя здесь жили деды и вот это кладбище где они лежат это вообще сама земля держит и за устья лоды но го с оходу корабель но го и выгребает черненый кораб на кораблеке здесь исторически как раз жили люди с очень крепкой православной верой вот здесь было много старобляцев здесь как бы были крепкие православные общины которые соединялись тоже по православным принципам и эта вера она им помогала сложных вот этих климатических условиях выжить то есть традиционный промысел поморский промысел который происходит весной каждую весну называется он поэтому веснование это промысел морского зверя тюлени и каждую весну месяцев либо она становится становище то есть специальные такие селения временные на берегу либо вообще плавание в такое достаточно длительный среди еду где они искали залежки тюлени вот и когда они уходили на такой промысел то они помимо еды помимо теплых вещей снаряжения каждый из них брал еще комплект чистого белья потому что они отдавали себе отчет что они могут не вернуться и это было обыденностью для них это было для них нормой и и вот тут как раз наверное мы можем говорить о том что они жизни смерть понимали не так как мы то есть для них это было все очень рядом потому что естественно когда море у тебя вот плещется за порогом да и когда ты каждый день вступаешь с ним диалог ты на лодке ловишь рыбу ты идешь за зверем в море ты по-другому воспринимаешь вот эти вот все главные вопросы вопросы жизни и смерти и в общем то только православная ера могла вот это вот держать о подружка нет уехал мой милей ой да в море рыбу промышлят сказал море рыбу промышлят сказал расхорошеньку вернусь я в том помор помор это русский человек который живет около моря и на всех уровнях и в том числе он как сказать кормится продуктами ну как бы жизнедеятельности моря он трудится на море и вот именно такие люди которые пришли на берега белого моря с коленизацией Новгородом Москвой они здесь остались они здесь приселились и они как бы вросли сюда корнями да и вот именно их мы называем помором человек действительно в какой-то момент начинает с этой стихии вступать в диалог да но человек который воспитывался в этой деревне да из детства знает и как себя ведет ветер какая погода будет как вот какая волна поднимется как куда чего там это же все передается передавалось от отца к сыну и увы и дитятко поморской сын ты был как кораблик белопарусной дети в поморе очень рано становились взрослыми по той простой причине что очень рано они становились полноправными членами коллектива трудового каждая семья это как бы такой мини трудовой коллектив у каждого свои обязанности и эти обязанности возникали начиная с 6-7 летнего возраста мальчиков брали с собой на тронусел отцы девочки по хозяйству с матерью тоже начинали самостоятельно как-то действовать и управляться и это не говорит о том что эта жизнь была тяжелая и что как бы других вариантов не было нет это говорит о том что это делалось сознательно родителям вот и вот это вот как сказать развитие воспитания воспитание ответственности за то что ты делаешь у них это возникало крайне рано то что ты не у и 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 Мы встречали в деревнях молодых людей, которые сознательно оставались в деревнях и живут там, и как бы пытаются свою жизнь там устроить. И для них слово «помор», оно не пустое, оно как бы уцелело во всех наших государственных неврядицах. Но таких людей очень мало. И вот, может быть, вот эти вот отдельные люди в отдельных деревнях, молодые люди там, которым, ну, плюс-минус 30 лет, вот те, которых я лично знаю, они действительно поморы, то есть они еще есть. И они там остались, и у них там семьи, и, может быть, потихонечку там где-то что-то как-то будет восстанавливаться. Что важно? Важно ощутить свою ответственность за то место, где ты находишься, где ты живешь. Синее мореalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Синее море всколыхнулось, синее море всколыхнулось.